Национальная Хоккейная Лига предлагает совершить очередной экскурс в историю. В любом матче, а в плей-офф особенно, важно повести в счёте. Лучше всего это сделать, когда шайба в твоих воротах ещё не побывала. О том, насколько важно забросить шайбу быстрее соперника, говорят лучшие игроки Лиги. Я бы сказал, что первый гол, особенно в плей-офф, может гарантировать победу. Если ты ведёшь в игре, то тебе легче контролировать и сам ход встречи, а это очень-очень важно. Фактор первого гола возрастает в плей-офф, когда команда играет от обороны. Для нас он особенно важен, потому что если мы первыми пропустим, надо будет отходить от своего стиля и открываться, а это всегда риск. Первый гол придаёт уверенности, и ты можешь на волне успеха развить преимущество и удвоить его. Первый гол всегда придаёт силу всей команде. Ты начинаешь кататься спокойно и свободно, все как-то оживают. Иногда очень важно, каким был сам гол. Либо он был случайным, и тогда ты чувствуешь, что ещё не поймал свою игру. Либо гол забит в результате хорошей комбинации. Бывает так, что от первого гола зависит судьба, и этот гол становится и первым, и последним. Если ты забил, то сопернику нужно уже дважды тебя обыграть, чтобы победить. Правда, ты можешь расслабиться и получить свои ворота, так что я не продаю первому голу такое значение. Существует такой момент, что ты можешь вбить себе в голову, что я должен забить первым, я должен забить первым. Если что-то случится, и ты этого не сделаешь, то потом собраться будет очень тяжело. Я вообще волнуюсь не о первом голе, а о том, который обычно становится победным. Но если ты всё-таки забил первым, это отлично, это плюс. Лично я не думаю, что он такой уж магический, этот первый гол. Если ты, пропустив, не расстроился, ты готов на борьбу, всегда есть шанс. Игра состоит из трёх периодов, и в каждом из них ты можешь забить. Я считаю, что первый гол важен. Тут больше даже психологический момент, но в твоих силах всё изменить. Особенно это работает в матчах, в плей-офф. Первый гол очень важен, потому что другая команда начинает испытывать давление. Такой гол всегда даёт преимущество. Всё делается в своих собственных силах, и не важно, когда ты забил, первым или нет, в начале игры или в конце. Как только ты забил, ты садишься в оборону и ждёшь ошибки соперника, которому надо отыграться, чтобы сравнять счёт. И как только это происходит, твои шансы забить ещё раз сразу возрастают. Статистика говорит сама за себя. Если вы посмотрите, то увидите, что команда, забившая первые, побеждает, ну, где-то в 75% случаев. А теперь переложите эти цифры на плей-офф. В 128 играх мы проиграли 8 и сыграли в ничью 4. Тогда мы забивали первыми. А когда не забивали, у нас было 13 побед, 18 поражений и 6 ничьих. Разумеется, такой гол прибавляет силу уверенности не только тебе, но и всей команде. Не так важно забить первым, но уж если тебе это удаётся, то шансов на победу, конечно, гораздо больше. Рон Эндрюс, статистик лиги, подтверждает. Первый гол очень важен. В середине 70-х годов команда, которая забивала первый, побеждала в 69% случаев. Ну а сейчас мы бы хотели рассказать вам о вбрасывании в чужой зоне. Есть несколько вариантов поведения центрального нападающего при вбрасывании. Всё зависит от расстановки партнёров и тактики. Вбрасывание можно выигрывать под бросок защитнику или, например, на крайнего форварда с последующей комбинацией. В любом случае, после удачно выигранного вбрасывания в атаке обязательно должен быть бросок. Поэтому от того, как играет на точке вбрасывания нападающий, зависит очень и очень много. Вообще, в игре при вбрасывании рефери стоит со стороны борта, но сейчас, чтобы лучше было видно, он будет стоять с другой стороны. Итак, центральный чётко выиграл вбрасывание на своего защитника. А тому остаётся только выбрать удобный момент и бросить поворотом. Ну что ж, на этот раз у тебя получилось. Давай теперь разберём ситуацию, когда вбрасывание выигрывается на крайнего нападающего. Окей, сейчас я постараюсь выиграть вбрасывание на партнёра, который справа от меня. Чтобы нанести бросок, ему нужно выбрать наилучшую позицию поближе к центру. Поэтому пока я и левый край не сдержим соперника, он выйдет на ударную позицию и бросит поворотом. Вот край не получает шайбу, смещается к центру и бросает. Всё просто. Но есть ещё один удобный вариант. Да, у нас есть второй защитник на убойной позиции, и чтобы выиграть вбрасывание на левую от себя сторону, мне придётся немного по-другому взять клюшку. Этот вариант вообще убойный, ведь если левый край неудачно сыграет и не даст перекрыть траекторию броска, то у защитника есть отличный шанс нанести опаснейший бросок практически сразу после вбрасывания. О, я так старался на вбрасывание, а он даже по воротам не попал. И за что его в этой команде держат? А теперь легенды Чикаго Блэк Холкс, Стэн Никита и Бобби Хау. С этими игроками Блэк Холкс провели свои лучшие годы. Стэн Никита сыграл 1394 матча, набрал 1467 очков. На его счету 4 арт-роса. В 1967 и 1968 годах он завоевал приз самому ценному игроку регулярки и леди бинг-трофи. Приз за джентльменское поведение на льду. Бобби Хау в лиге играл только за Чикаго. За свою карьеру он провёл в этой команде более тысячи игр. Забросил 610 шайб и сделал 560 результативных передач. Три раза он выигрывал арт-рос трофи. В апреле 1961 года Чикаго в последний раз в своей истории завоевал кубок Стэнли. Оба этих игрока были в составе той команды. 13 сезонов они играли вместе. И каждый раз кто-то из них становился лучшим бомбардиром команды. Эти имена по своей популярности в городе уступают разве что его воздушеству, Майклу Джордану. При Микити и Хале ястребы установили все свои клубные рекорды, которые не побиты до сих пор. Продолжение следует... Продолжение следует... Голы в овертайме это нечто особое. Ведь судьба всей встречи решается одним броском, одним удачным моментом. В 1951 году в полуфинале на льду Мэйпл Ливгардена встречались Бостон и Торонто. Счёт был 1-1 и команды играли до первого гола. Однако из-за комендантского часа матч не доиграли, зафиксировав ничью. Это единственный случай ничейного исхода в матчах плей-офф НХЛ. А самый продолжительный овертайм был сыгран 24 марта 1936 года. Тогда Red Wings потребовалось 116 минут и 30 секунд дополнительного времени, чтобы взять верх над Монреаль Мэрунс. 1-0. Победной шайбой отметился Брюнето. В 1951 году все игры финальной серии Торонто-Монреаль вылились в дополнительное время. Победный гол в пятой встрече, который принёс кленовым листам кубок Стэнли 51, забил Билл Баринку. В 1953 году Монреаль Канэйден завоевали кубок в играх в пяти матчах. Победную точку в овертайме пятой игры поставил Элмер Лок. В финальной серии 1964 года встречались Детройт и Торонто. Счёт в серии был 3-2 в пользу Red Wings. Шестой матч проходил в Детройте в концовке встречи при ничейном счёте. Защитник Бобби Браун принял на себя бросок. И шайпа сломала ему лодыжку. Но в овертайме он всё равно появился на льду и забил победный гол. Также очень напряжённым получился седьмой матч серии между Квебеком и Монреалем в 1985 году. В овертайме Шчастный выиграл вбрасывание в чужой зоне. Последовал бросок и сам же Шчастный смог забить шайбу в ворота, вывев Нордикс в третий раунд плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли 87 Вашингтону и Айлендерс понадобилось 4 овертайма в седьмой игре, чтобы выявить сильнейшего. В итоге победный гол за островитян забил Пэт Ла Фонтен. Ну а в 89-м году настоящий триллер устроили Calgary Flames и Vancouver Canucks. Flames с трудом перевели игру в овертайм, ну а затем за дело взялся великолепный Майк Вернон. Сначала он сотворил отличный сейф, нейтрализовав выход 1 на 1 смело, а потом намертво поймал шайбу после щелчка Тетти. Водушевлённый прекрасной игрой голкипера Flames ринулись в атаку и вырвали победу. Шайба на счету Джима Пеплински. Вот такая штука этот плей-офф Национальной Хоккейной Лиги. 50-е годы прошлого века были временами, когда победа над Монреаль Кеннедиенс приравнивалась к подвигу. Они доминировали в игре и определяли стиль хоккея в НХЛ. Кеннедиенс выиграли 5 кубков Стэнли за 5 лет, а потом в зал хоккейной славы в Торонто попал не один игрок той замечательной команды. Морис Ришар со своим братом Анри возглавляли атаку канадского клуба. В воротах был Жак Плант, игра которого в решающие моменты вселяла уверенность партнёров. В защите блистал неподражаемый дух Харви. Обладающий убойным броском Жан Белево был грозой всех голкиперов. За 5 лет Кеннедиенс 4-жды занимали первое место в чемпионате, проиграли только 5 игр плей-офф. Эти показатели до сих пор являются...